Дорогая семья, дорогие друзья, все, что вы видите здесь, это последствия так называемого христианства, которая на весь мир кричит сейчас о том, что они истинные христиане, они высшая нация, называют себя Великой Арменией и бьют по мирным жителям. Эта война, она не 30 лет, это 200-летняя ненависть по отношению к моему народу, к азербайджанскому народу. Я не знаю, как это назвать, я долгое время я пастор церкви, меня зовут Эмиль Палах. Я проповедую Христа здесь, в этой нации, проповедую о кресте Иисуса Христа той живой силе, о том спасении, которое есть. А теперь задаем вопрос верующим, которые сейчас звонят, пишут нам, чтобы мы не правы. Скажите, как не проповедую сейчас говорить о Боге? Скажите, есть ли здесь в этих взрывах людного населения детей и женщин, еще их раскапывать и искать, правда какая-то. Я обращаюсь сейчас ко всем христианам, так называемым. Это ли ваша вера? В это ли вы все это верите? Я прошу сейчас церковь в Азербайджане поднять молитвенный голос и молиться за эти семьи, за этих людей, которые так сильно пострадали. Пусть Бог хранит и благословит Азербайджан. Пусть Бог поднимет эту страну. Пусть придут победы для моего народа, для многострадального народа. Достаточно все это терпеть. Мы молчали, когда соседнее государство Армения, она воровала нашу музыку. Мы молчали, когда они воровали нашу еду. Мы молчали, когда они воровали нашу культуру нашу. Мы даже промолчали, когда они воровали нашу землю. 30 лет ждали перемирия. Но когда они уже стали воровать жизни людей, детей, женщин, стариков, я не буду более терпеть. Я не буду более терпеть. И этот народ более терпеть не будет. Я верю, что Бог на своей стороне. И Он будет всегда бороться за свое справедливость, за свое имя. Я верю в истинное христианство. В истинное христианство. А не в это лживое христианство, которое проповедует армянское государство. Буквально 4 дня тому назад они взяли крест, но так называемый животворительный, принесли его в так называемый свой арцах, которого такого не существует. Для чего вы его принесли? Для чего стоит этот лживый ваш крест? Для того, чтобы вам, лживые ваши боги, давали силу уничтожать мой народ? Вы не справитесь с живым Богом, в Которому я верю. С Господом Иисусом Христом вы не справитесь. Он на нашей стороне. Знать это. С Господом Иисусом Христом С Господом Иисусом Христом Иисусом Христом Христом Пар清архе Субтитры подогнал «Симон»